В пятницу с территории Азовстали в Мариуполе при посредничестве ООН у Международного Красного Креста вывезено более 50 мирных жителей. Об этом сообщают и украинские, и российские официальные лица. По данным ООН, ранее в результате двух крупных гуманитарных операций из Мариуполя и его окрестностей были эвакуированы более 500 человек. Число гражданских, которые пока остаются в укрытиях Азовстали, оценивают в 200 человек. При этом, по сообщениям украинской стороны, российские войска пытаются взять территорию завода под контроль. В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений сил обороны в районе Азовстали. В некоторых районах при поддержке авиации возобновились штурмовые действия с целью взять под контроль территорию завода. При этом ранее в Москве на высшем уровне заявляли, что не собираются штурмовать Азовсталь, а будут лишь блокировать территорию завода, который остается последним очагом сопротивления в районе Мариуполя. Обе стороны также обвиняют друг друга в создании препятствий для эвакуации гражданских. Украинские военные сообщают об успешных контрнаступательных действиях в районе Харькова, второго по величине города страны. В результате интенсивность обстрелов города снизилась. Непосредственной грузы Харькова, по украинским данным, пока нет, и в город начали возвращаться беженцы. В то же время, по мнению американской разведки, российские войска не оставляют планов взять Харьков. Об этом в Пентагоне заявили три дня назад. Сейчас на северо-востоке Украины наиболее интенсивные бои идут в районе города Изюма по направлению к Луганской и Донецкой областям. На этом фоне в Минобороны России сообщают, что продолжат доставку гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Накануне туда привезли около 40 тонн продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. Российские военные должны предстать перед судом за преступления, совершенные в регионе к северо-западу от Киева. Об этом заявила правозащитная организация «Международная амнистия» после проведенного на месте масштабного расследования. На брифинге, состоявшемся 6 мая, эксперты представили свидетельские показания десятков людей из восьми городов под Киевом, включая Бучу. Жители этих районов рассказывали о внесудебных казнях, неизбирательных обстрелах и пытках. Мы знаем, что преступления, совершенные против людей, живущих в окрестностях Киева, о которых мы сегодня сообщаем, носят не просто эпизодический, сопутствующий или случайный характер. Мы знаем, что они являются частью схемы, которая характеризует ведение России военных действий с самого начала, повторяющиеся схемы, крупные по масштабам и разрушительные по последствиям. Сотрудники правозащитной организации проводили расследование в течение 12 дней. В статье, размещенной на веб-сайте «Международная амнистия», говорится, жизненно важно, чтобы все виновные, в том числе представители высшего руководства, были привлечены к ответственности. После отступления российских войск из Бучи на улицах были обнаружены трупы людей, в том числе со связанными за спиной руками. Многие были найдены в братских могилах. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими были сфабрикованы. Британские лейбористы одержали символическую победу над правящей партией премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне. Консерваторы утратили контроль над тремя районами столицы, включая Вестминстер, Бастион, Тори с 1964 года. Подсчет голосов на местных выборах еще продолжается, но уже можно отметить, что кроме успеха в Лондоне и Саутгемптоне у крупнейшей оппозиционной партии во главе с Киром Страймером скромные результаты в других регионах, где наблюдается рост поддержки зеленых и либерал-демократов. Это промежуточные выборы, безусловно, их результаты неоднозначны. У нас была тяжелая ночь. В некоторых избирательных округах мы теряли позиции, но в других частях страны мы видим, что консерваторы наступают. Они даже уверенно лидируют в регионах, где вообще не было традиции голосовать за Тори. Многие обозреватели называют эти выборы своеобразным референдумом о доверии премьер-министру после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Оппозиция также обвиняет правительство в недостаточной борьбе с инфляцией. Я думаю, что правительство вело себя неправильно, а некоторые члены кабинета вообще себя скомпрометировали. Я думаю, избиратели решили их проучить. Люди теперь гораздо менее наивны, они поняли, что завышенные ожидания ни к чему, когда речь идет о правящих Тори. На мой взгляд, это нормальная ситуация, когда выборы проходят в середине срока нахождения у власти правящей партии. Такие выборы – испытания для любого правительства, но, думаю, сейчас ситуация еще хуже из-за того, что люди не доверяют нынешнему кабинету министров. По предварительным данным, консерваторы теряют сотни кресел в местных советах. В Гаване число жертв взрывов в отеле «Саратога» превысило 20 человек. По данным властей, среди погибших – один ребенок. В больницах остается более 60 пострадавших. Спасатели не исключают, что под завалами еще могут находиться люди, но поисковые работы тормозятся из-за опасности новых взрывов. Мы не прекращали работу по поискам людей, которые могут еще оставаться под завалами, но поиски невозможны из-за газового резервуара, который ставит под угрозу все наши действия. Мы хотим спасти людей, а не стать причиной еще одной трагедии. Именно утечка газа считается наиболее вероятной причиной взрыва. Предполагается, что он произошел во время перекачки газа из автоцистерны в резервуар здания. Это случилось в пятницу утром по местному времени. Постояльцев в отеле не было. В гостинице шел ремонт. Она была закрыта с начала пандемии, но планировалось, что заведение возобновит работу уже через несколько дней. Взрывом разрушен фасад отеля, повреждены и соседние здания, в том числе школы, где несколько учеников получили легкие ранения. Мировая премьера новой ленты известного режиссера Йорго Селантимаса «Блеяние» состоялась в греческой национальной опере. Показ сопровождался игрой оркестра и хоровым пением. Съемки прошли на острове Тинос в Эгейском море два года назад. Главную роль в этом мнимом фильме исполнила американская актриса Эмма Стоун. Возможность работать с Йоргосом – великолепный подарок. Я знаю, что могу полностью положиться на него и ни о чем не думать. И так действительно получается гораздо лучше. Чтение сценария захватило меня сильнее, чем что-либо прежде. Я впервые смогла побывать в Афинах и на Тиносе. Мне сразу захотелось сняться в этом фильме. Пожалуй, это было самым артистичным из того, что я сделала. Героиня этой довольно мрачной и сюрреалистической картины – молодая вдова, которая оплакивает своего умершего мужа. Я задумал этот фильм, когда побывал на острове. Сам пейзаж, животные и все окружающее стали для меня источником вдохновения. Мне всегда хотелось снять что-то в некотором смысле букалическое. При этом мне было интересно, чтобы в то же время это было что-то современное. В процессе размышлений я нашел подходящие элементы и попытался собрать их в историю. Для мировой литературы это событие особой значимости. Издательство «Галимар» публикует ранее неизвестное читателю произведение «Война» Луи Фердинанда Селина, одного из самых влиятельных и спорных французских писателей 20 века. Шесть тысяч страниц рукописи, в том числе этого романа, как исчезли, так и появились. Столь же таинственным образом после смерти его вдовы Люсет летом прошлого года. Эта выставка предназначена для того, чтобы показать часть найденного, включая неопубликованные рукописи, которые издает «Галимар». Подобного никогда ранее не происходило. Да, несколько лет назад были найдены 75 страниц трудов Марселя Пруста, но здесь несколько тысяч страниц рукописи «Селин». Любители истории и литературы могут одновременно восхищаться исключительным писательским талантом автора романа «Путешествие на край ночи», но и проклинать его за антисемитизм и коллаборационизм во время Второй мировой войны. Чувствуется, что роман писался очень быстро, автор оставил много пробелов, есть повторы, несуразные моменты, которые он обязательно поправил бы при перечитывании. Пунктуации мало или совсем нет. Нет абзацев. Ощущение, что это писалось на выдохе, выплёскивалось. Первый набросок он для того, чтобы рассказать историю. После этого мы дорабатываем его и делаем пригодным для публикации. В распоряжении Галимара есть черновики и других произведений, которые также планируют издать. Возможно, они прольют свет на множество противоречивых моментов в творчестве Луи Фердинанда Селина.